Заключительная сессия Верховного Совета Хакасии в этом году. И главный вопрос принятия республиканского бюджета на следующий год. Документ прошел нулевое первое чтение, публичное слушание согласования в Минфине России. Сегодня принято решение о распределении федеральных средств. Сумма поправок больше 10 миллиардов рублей. Основная доля это по направлению социальная политика федеральных средств. Это 3 миллиарда 525 миллионов. Образование 1 миллиард 900, здравоохранение 1 миллиард 445, дорожное хозяйство 1 миллиард 223. Средства также распределили на физическую культуру и спорт, сельское хозяйство и ЖКХ. Без разногласий бюджет утвержден в окончательном чтении. Основные параметры с учетом корректировки по доходам почти 54 миллиарда рублей. Расходная часть превысила 57 миллиардов. Дефицит менее 10% в пределах нормы. Кстати, очень хорошо поработали. И неоднозначно всякие были вопросы. Заслуга этого Верховного Совета и правительства, что за два года последних мы увеличили бюджет в два раза. Такого прецедента не было ни у кого. И в том числе у нас за последние 30 лет. Подвели итоги еще одной огромной работы за год. Это приведение регионального законодательства в соответствии с федеральным законом о публичной власти. Депутаты приняли 38 законопроектов, целый ряд изменений в Конституцию Хакасии. В сентябре одобрили закон о Верховном Совете. Сегодня в окончательном чтении утвердили закон о правительстве Хакасии. Он меняет статус высшего должностного лица, то есть главы республики. Он отделяется от правительства республики Хакасия. Ему определяется не только особый статус, но и определяется то, что высшее должностное лицо субъекта является одномоментно государственной должностью не только субъекта, но и Российской Федерации. Он отделяет целой серией полномочий, которые позволяют ему, безусловно, в том числе распускать Верховный Совет и принимать решения в отношении глав муниципальных образований. Но вместе с этим и он попадает под действие от решения от власти президентом Российской Федерации. Но пока увольнять руководителей муниципалитетов глава Хакасии не может. Для этого нужно принятие еще одного федерального закона об общих принципах организации органов местного самоуправления. Госдума одобрила его пока только в первом чтении. Парламент Хакасии заслушал сегодня публичный отчет главы Хакасии о результатах независимой оценки качества оказания услуг в сфере культуры, охраны здоровья, образования, соцобслуживания за 2021 год. Опрошено несколько тысяч человек. Обозначены недостатки. В их числе следующие. Не в полном объеме обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получить услуги наравне с другими. Отсутствие стоянок для автотранспортных средств инвалидов, отсутствие сменных кресел-колясок, недостаток специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. В правительстве региона составили планы по устранению недостатков. Ольга Барловская, Александр Сердюк, РТС.